Мини-ферму Любовь Халилова организовала совместно с родственниками в 15 голов крупного рогатого скота. Подрастает и молодняк, а на выгоне пасутся более 100 овец, из которых 60 овцы матки. Менее чем за год с начала работы фермерское хозяйство вышло на показатель 150 литров коровьего молока в день. А это порядка 4,5 тонн продукции в месяц, которая пользуется спросом среди жителей Таёжного. Конечно, поголовье больше 100 коров. Реализация выходить на рынок, на магазины. И, конечно, главной в диалогах во время встречи стала тема финансовой поддержки по окружным программам. В рамках этой программы можно будет 40% от льготного финансирования использовать на реконструкцию, на строительство, на модернизацию. Остальные денежные средства это на закуп оборудования. Я так понимаю, земли сельхозного значения. Да, в аренде. Да, это очень хорошо, что у них есть такие земли, потому что здесь, как правило, налог маленький. На ферме Любови Халиловой трудится вся её большая семья. Тяжело, конечно, приходится, но пока справляются. Большую надежду возлагают на получение субсидий за первое полугодие 2021 года, чтобы окупить расходы на корма для поголовья. На данный момент мы очень плотно работаем с управлением экономического развития администрации Советского района. Они нас очень много консультируют, много что объясняет администрация Советского района тоже помогает нам. Надеемся, что в дальнейшем так будет. Будет оказываться мера поддержки, такая как на содержание маточного поголовья животных. Здесь предусмотрены ставки платы за содержание, это 12 тысяч за каждую условную голову. Всесторонняя поддержка малого и среднего предпринимательства оказывается в Таёжном и со стороны местной администрации. Мы активно взаимодействуем с малым предпринимательством, в частности имеем в виду на сегодняшний момент развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Оказываем консультационную помощь, являемся неким проводником во взаимодействии между администрацией Советского района, управлением экономического развития администрации Советского района и администрацией нашего поселения. В планах у христианско-фермерского хозяйства из Таёжного провести модернизацию имеющегося оборудования и закупить дополнительное. А еще увеличить маточное поголовье до 100 животных. Это позволит сельхозпредприятию получать субсидию уже за ежемесячную реализацию молока и мяса, что станет отличным подспорьем для дальнейшего успешного развития. Игорь Скворцов, Иван Лободин, телеканал Первый Советский.